От жары в столице плавятся светофоры. Об этом на совещании у президента сегодня рассказал глава Террасполя Олег Довгопол. Даже с учетом того, что новые светофоры, температурный режим, к сожалению, такой, что горят вот эти вот светофорные головки просто от температуры. Поэтому где-то иногда временно нам приходится отключать, либо переводить светофоры в режим мигающего желтого света, для того, чтобы хоть как-то регулировать движение. По словам Олега Довгопола, это лето проверяет городскую технику на прочность. Помимо светофоров, на прошлой неделе вышел из строя насос, который качал воду из Днестра для полива Екатерининского парка. Это произошло из-за обмеления Днестра. Вода в реке упала настолько, что водозаборные трубы оказались выше уровня воды. Сейчас насос ремонтируют. В целом газоны и деревья Террасполя жару переносят нормально, сказал глава Террасполя. Полив растений на центральных улицах столицы с прошлого года автоматизирован. Там, где полива у нас нет, мы продолжаем пока еще полив, как это называется, а-ля прошлый век. Возим бочку по городу и пытаемся поливать эту траву, пытаемся поливать деревья. В перспективе, конечно же, мы должны выйти от этого и опять же выйти на нормальный централизованный полив. Все, что вы посадили, требует полива. Тут уже надо, конечно, поднапрячься и, как говорится, эти зеленые насаждения как минимум спасти. Ну и по рабочему дню тоже. Смотрите на местах. Тоже, как бы, если в жарких кабинетах можно сократить, это допустимо. Это каждый руководитель принимает решения, исходя из своих условий конкретно. Но, естественно, люди не должны падать в уморок на рабочем месте. Это однозначно. Глава Террасполя обратил внимание на то, что коммунальные службы столицы работают с учетом температуры на улице. В то же время планы по завершению ремонта на центральной площади столицы остаются прежними. К сентябрю рассчитывают поменять трубы и положить первый слой асфальта, а ко дню города полностью завершить дорожные работы. Продолжение следует...